Привет, друзья! Сегодня у нас большое новогоднее железнодорожное путешествие на Красной Стреле. По уже сложившейся традиции тестируем Красную Стрелу на себе, изучаем все типы вагонов, посещаем ресторан, а на утро едем в депо. Мы торопимся занять свои места в купе, едем поездом номер два из Москвы в Петербург, отправляемся в 23.55, это давняя традиция. В это же время из Санкт-Петербурга синхронно отправляется поезд номер один. Есть даже байка про то, что Красная Стрела это такая мечта командировочного. Дело в том, что отправление поезда за пять минут до полуночи позволяет считать даты и начало командировки сутки, до конца которых фактически остается пять минут, что однако позволяет получить командировочные за эти пятиминутные сутки. В посадочной суете мы даже не заметили, как поезд тронулся, просто посмотрев в окно мы поняли, что едем. На душе стало волнительно тревожно, поездка на ночном поезде совсем не то, что стремительное перемещение на Сапсане. Сидячие скоростные поезда не дают таких эмоций, там все буднично, как в метро, а тут купе, приглушенный свет и пропадающая там где-то в декабрьском снеге столица. Поезд не имеет ни одной остановки, тот самый случай, когда следующая станция Санкт-Петербург. Мы едем в классическом купе, это самый экономичный вариант в поездке на Красной Стреле. За верхнюю полку просят 3300. В составе шесть таких классических купейных вагонов, как наш. Есть еще штабной вагон, девять вагонов бизнес-класса, это СВ по старинке с купе на два пассажира. И еще один ВИП-вагон с четырьмя двухместными купе на два человека. Стоимость бизнеса 6400, люкса 13000. И надо сказать, что это не самые дорогие предложения на фирменные поезда по маршруту Москва-Петербург. В Гранд-Экспрессе, например, люкс стоит 21000. 21000. При том, что это тот же самый вагон Тверского завода. Даже чуть-чуть постарше. Так что нынешние цены на Красную Стрелу по сравнению с аналогичными поездами можно назвать демократичными. Завтра по приезду в Петербург мы поедем парковым рейсом в депо. И у нас будет возможность хорошенько разглядеть все вагоны. Ну какая поездка на поезде дальнего следования без этого знаменитого железнодорожного чая в фильменном подстаканнике. У меня сейчас сразу нахлынули детские воспоминания о поездке на Красной Стреле. Так получилось, что с тех пор я как-то на ней ни разу и не ездил. И вот нынешний состав теперь у меня в голове как-то сравнивается с теми самыми легендарными вагонами Аминдорфами. Там где еще отделка под дерево была. ГДРовские вагоны ушли в прошлое с маршрута номер один и номер два в 2006 году. Как и у меня в массовом сознании пассажира из 50-х и 80-х, именно они будут ассоциироваться с этим поездом и с теми поездками. Сколько же было выпито чаю из граненных стаканов в фирменных МПСовских подстаканниках. А кусковой сахар из двух кусочков к чаю с Р-200 на этикетке помните? Одноименный с поездом фильм 1987 года с Кириллом Лавровым в главной роли запечатлел состав тех лет. Любители поностальгировать еще могут найти Аминдорфа на сети железных дорог нашей необъятной родины и сопредельных государств бывшего СССР. Сейчас на Красной Стреле работают современные вагоны Тверского вагоностроительного завода. В внешнем составе Красной Стрелы автоматические двери как на выход из вагона, так и на проход между вагонами. А еще тут климат-контроль, разные режимы подсветки, розетки в каждом купе, Wi-Fi. Тут хорошая шумоизоляция, стук колес почти не слышен, только, пожалуй, при проходе стрелки. Во всяком случае, мне посторонние шумы не мешали и ночью не будили. Удобные вагоны как раз на тот случай, чтобы прийти под ночь, выпить чаю и заснуть до самого утра на заранее застеленной полке. Главное не забыть вынуть ложку из стакана в подстаканнике и заснуть раньше соседа. Впрочем, спать пока мы не собираемся. Железнодорожный чай разгулял аппетит, самое время подкрепиться. Что может быть лучше жареной отбивной с картошечкой на ночь? Мы отправляемся в вагон-ресторан по пути, разглядывая поезд. Вообще, когда я смотрел фотографии в интернете, мне казалось, что здесь кичи больше. А так, в принципе, вживую все достаточно лаконично. Без перегибов, так скажем. Свети какие-то. Вы на селебрите съедут? Зачастую пассажиры красной стрелы, люди публичные и известные. Больно удобный у нее график, услужливый персонал, а главное, бренд и традиция. Еще с советских времен актеры, режиссеры, партийные номенклатуры выбирали этот поезд для поездок из Москвы в Ленинград и обратно. В отличие от традиционных вагонов, здесь убран титан, а чайник помещен в купе проводника, вместе с кофеваркой. Вагон-ресторан, в который мы держим путь, разделяет этот железнодорожный отель на колесах на две части. С конца поезда классические купе, спереди бизнес-класс и вип-вагон, в котором даже есть свой отдельный бар. Кроме того, еду можно заказать и в номер, вернее, в купе. Все туалеты смещены в конец вагона, сразу здесь идет раз кабинка и два кабинка. По мере нашего продвижения к заветной цели, вагоны пустеют. Либо все уже легли спать, либо в ресторане. Причувствие нас не обмануло. Почему-то я так и думал, что в вагонный ресторан «Красные стрелы» попасть так же сложно, как в хороший французский ресторан. Надо выставить небольшую очередь. В ресторане приятная живая атмосфера. Ровно такая, какая и должна быть. Тут именно ресторанный флер. Нет ощущения забегаловки у метро или столовой. Вон, потягивая вино из бокалов, шумная туристическая группа что-то живо обсуждает. Горячительного в меню нет, к тому же в столице в последнее время тренд на вино. Два бизнесмена все никак не успокоятся и копаются в бумагах. Позади меня сидят парочки, тихо хихикуют и о чем-то негромко говорят. Напротив сидит одинокий человек в деловом костюме, опоздавший на экспресс номер 3 и успевший взять в кассе должно быть последний билет на сегодняшнюю «Красную стрелу». Пришел выпить кружку пива перед сном, так сказать, снять стресс. Вежливый официант старой закалки принял заказ и без лишних слов удалился. Вполне приличная, съедобная еда в вагоне-ресторане. А ценники, в принципе, не дороже, чем в кафе центра Петербурга и Москвы. Что ж, надо сказать, что посещение ресторана оставило приятное впечатление. Надо отдать должное обслуживающему персоналу. Оно и понятно, публика поезда серьезная. Артисты, чиновники, бизнесмены при плохом уровне сервиса вмиг закатят скандал, а потом уйдут на фирменные поезда конкурентов. Ну что, утро-то вечером мудренее, вставать-то в 7 утра, так что пора спать. Вставай, вставай, завтра приезжай. Ой, сколько времени тут? 7.30. Ох, охрана. Ох, Санкт-Петербург. Божаю, говорит, летом белые ночи. Зимой темные дни. Сыпаешь темно, просыпаешься темно. Утром темно, вечером темно, даже днем темно. Вот эти вот знаменитые южные черные ночи, они идут ни в какое сравнение с нашей круглосуточной мрачной ситуацией. 7 сколько? 7.30? 7.50 прибываем. В тот случай, когда поспал бы еще бы полчасика, честно сказать. Прибываем на родной московский вокзал. Атмосфера в поезде совсем другая, будничная. Пассажиры собираются на выход, самые нетерпеливые уже топчутся в тамбуре. Кто-то доедает завтрак, кто-то лежит до последнего. Сам бывало, начинал одеваться только когда поезд остановится. С появлением биотуалетов утренний спортивный азарт санитарной зоны ушел в прошлое. Вот мы плавно-плавно остановились, так же незаметно, как и тронулись. Вообще, плавность хода поезда это отдельная тема. С перона доносится гимн великому городу на музыку Рейнгольда Глиера из балета «Медный всадник». Прекрасная традиция. И хорошо, что она никуда не уходит. В Москве вон Газманов с колоколами и куполами не прижился. Доброе утро. У вас ли мои французские почвы? Хорошо себя вели? Проснулись? Да. Вот все пассажиры убежали, вагоны опустили. И такая тишина. Ну, почти тишина там, разве что какие-то сервисные бригады и проводники бегают назад-вперед. Сейчас будет эксклюзив от железнодорожного. Парковый рейс в депо на Красной Стреле. Забавное ощущение. Пассажиры ушли, а мы остались. Всегда интересен вот этот вот слом сценария. Ведь если бы не железнодорожное, как бы я еще побывал в шкуре проводника? Вот пассажир, идущий по перрону, о чем он сейчас думает? Как ему жетон купить или такси свое найти? А у проводника другая забота. Всех проводить, закрыть вагон, все осмотреть. И вместе с поездом отправиться в депо приводить в порядок свой вагон. Готовить его к вечернему рейсу. А еще до вечера успеть отдохнуть надо, поспать. Ночью-то не до сна. Проводники тут работают вахтами по неделе, а то и по две. Вот нас подцепили к тепловозу местному маневровому, и мы едем в депо. Пустые составы едут в тишине, чтобы днем отдохнуть, привести себя в порядок, начистить перышки и вечером с новыми силами снова двинуться в столицу. И так 365 дней в году. Персонал Красной Стрелы это, пожалуй, главное достояние поезда. Современные вагоны это здорово, но без души тут никуда. Пожалуй, девиз команды тут такой. Общайся с клиентом только по делу, лишнего не спрашивай и не предлагай. В душу не лезь, люди деловые надо будет спросят. Как по мне, так это то, что нужно. В ночном поезде меньше всего хочется столкнуться лицом к лицу с навязчивым сервисом. А тут нет случайных людей. Работать на Красной Стреле всегда было престижно. И прежде чем сюда попасть, люди проходят серьезный отбор, уже имея за плечами богатый опыт работы на железной дороге. Вот едешь ты обычно на поезде, при подъезде к вокзалу смотришь, а там в депо стоят пустые вагоны. Ты такой смотришь оттуда сюда, и думаешь, а как же это они там стоят, а что там вообще в них происходит. А сегодня у вас есть вместе с нами уникальная возможность посмотреть, что там действительно происходит, а как это все. Теперь у нас есть возможность не оттуда сюда посмотреть, а оттуда туда, вон на них, которые едут там себе на вокзал, сейчас побегут домой к себе. Идем по опустевшему составу. Где-то выгружают мусор, где-то снимают белье. Сам состав стоит и ждет сигнал отправления в мульту. Вот мы доехали на депоте, теперь есть возможность пройти по всему составу и посмотреть на вагоны СВ и на тот, так скажем, таинственный вип-вагон. Парк вообще огромный, джунгли вагонов. Классная картинка, конечно, для ЖД-фаната просто. Не везде свет горел, экономия. В принципе, правильно, зачем водой-го, чтобы свет горел вагонах. Не знаю, это тебе видео из интернета, где там всякие сталки. Народ куда-то заходит, никого нету, не ходят. Они такие, ооо, здесь не было людей уже более 20 лет. Все покрыто в хоум. Под занавес серии, краткий обзор купе вагонов СВ и так называемого вип-вагона. Традиционное купе мы рассматривать не стали, оно, в общем, такое же, как и в других поездах. С тем лишь отличием, что диван превращается в застеленную кровать, стол сервирован, завтрак включен. Вот это купе СВ. Один диван, второй диван. Вот, а сейчас посмотрим, как он раскладывается. Прессу обязательно. Так, а как он раскладывается? А, нет, это сюда, значит, нужно брать багаж. Сюда, ну вот так вот. Вот так вот. В принципе, полочка такая же, как и в обыкновенном купе по ширине. Мне нравится, что у меня хоть твердость. Я, как человек, так скажем, крупный, люблю, когда подвержу. Самое тут главное, конечно, достоинство, что вот это вот пространство воздуха, что на тебя не давит верхняя полка, это, конечно же, пожалуй, главный плюс. Ну, туда еще наверх можно, как и в купейных вагонах, убрать свою какую-нибудь багажную утварь. Почувствую себя випом. Вот оно, купе вип-вагона. Вот этот диван превращается в нижнюю полку, а здесь вот верхняя полка. Размер у нее больше, чем в стандартном купе, поэтому спать тут еще удобнее. Ну, и, конечно же, санузел. Далеко не все, о чем мы хотели рассказать, вошло в сегодняшнюю серию. Так, любимая нами черно-белая историческая хроника и подробный рассказ об истории Красной Стрелы ждет вас в следующей серии. Мы поедем на младшем брате Красной Стрелы поезде номер 3 Экспресс в Москву. Не пропустите, будет интересно. Ну что, наша красавица Красная Стрела отправляется в Мойку, мы тоже отправляемся в Освояси. В следующей серии смотрите продолжение сегодняшней истории. Будем кататься на поезде 3-4 Экспресс. Оставляйте комментарии. До встречи в будущей серии. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова